Диана Шилова Инженерам и монтажникам на заметку. Лидеры мировых корпораций открыли новейший электроскиллс. Студенты ИФМИП КФУ прошли практику в японской клинике Университета Цукубы. Сегодня не рассказали о своем опыте и поделились впечатлениями с нашим корреспондентом. Подробнее в сюжете Марина Захарова. Клиника Университета Цукубы. Имели свои плоды. Стажировка в клинике Университета Цукубы – огромный опыт для каждого из них. Наш день, в принципе, начинался обычно с утренней конференции отделения, когда мы рассматривали клинические случаи, разбирали магнитно-резонансную томографию, обсуждали возможные операции, возможные осложнения. Также периодически проводился разбор различной научной литературы во время как раз утренних конференций. Затем следовал традиционный утренний обход по отделению. После обхода мы обычно отправлялись на операцию. Нам раздали клинические случаи разные. Мы устанавливали причину смерти, оставили диагноз. Ребята получили уникальную возможность посмотреть на работу новейшего устройства в медицине – робота-довинчи. Мы в восторге. Это высокие технологии, 21 век. Мы под впечатлением. Потому что работа с ассистентом, роботом-хирургом требует классификации высокой как хирурга и, собственно, возможности больнице предоставить это оборудование и содержать его в рабочем состоянии. Тимур Латыпов ранее также проходил практику в университетской клинике КФУ и рассказал о различиях зарубежной и отечественной больниц. Различия, я бы сказал, упираются в большей степени в менталитет, поскольку в некоторых местах оснащение наших клиник уже приближается к зарубежному оснащению. Когда ты работаешь, асситируешь или взаимодействуешь с врачом в Японии, будучи студентом, ты не боишься совершить ошибку. То есть, если где-то дрогнет рука, ты понимаешь, что он тебя подстрахует за это, не будет какого-то наказания, как, возможно, например, у нас в России. Общаться в клинике ребятам приходилось на английском языке. От них требовались не только базовые знания, но и умение найти общий язык с пациентами. Как преодолевали языковой барьер, рассказала Гузель Гафиатулина. Пациенты разговаривают только на японском, и, соответственно, нужен перевод от куратора. Но даже это не было такой большой проблемой. Пациенты были очень отзывчивы, с удовольствием отвечали на вопросы, и необходимость переводчика их не смущала. Конечно, попасть на такую стажировку – огромный труд, но бесценный опыт того стоит. Марина Захарова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. В Большом концертном зале имени Сайдашева прошел юбилейный концерт Рагде Халитова, профессора КФУ и заслуженного деятеля Искусства Российской Федерации. О человеке, посвятившем всего себя служению нашей альма-матер, расскажет Анастасия Иванова. В Большом концертном зале имени Сайдашева прошел праздничный вечер в честь 75-летия заслуженного деятеля Искусства Республики Татарстана и Российской Федерации, а также профессора Казанского федерального университета Рагде Халитова. Вечер был посвящен не только юбилейному дню рождения артиста, но и 55-летию его творческой и педагогической деятельности. Рагде Халитович всю свою жизнь посвятил служению Казанскому федеральному университету. В далеком 1964-м молодой ассистент, наверное, и не представлял, что станет уважаемым деканом музыкального факультета. Рагде Халитович очень многогранный человек. Говорят же, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он, конечно, в первую очередь великолепный педагог, он известный ученый, он занимается проблемами этномузыкологии, Он очень хороший исполнитель, человек, которого знают далеко за пределами нашей республики. Поздравить юбиляры пришли не только родные и близкие, но и председатель Государственного совета республики Татарстан Фарид Мухамедшин, а также в концертном зале прозвучали музыкальные поздравления в исполнении народных артистов Татарстана. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На базе Казанского государственного энергетического университета смогут готовить и студентов, будущих электромонтеров и электромонтажников. Возможно ли в короткие сроки превратить новичка в опытного специалиста, выясняла Аделя Шамилова. Новейший студенческий центр прикладных компетенций «Электроскилз» открыл свои двери для будущих монтажников и электромонтеров. Расположился данный центр на площадке Казанского государственного энергетического университета. В церемонии открытия приняли участие весьма почетные гости – президент Шейдер Электрик и генеральный директор сетевой компании. Учебная площадка предназначена для обучения рабочим профессиям, а также для тренировок татарстанской команды Перетворд Скиллс. В рабочем зале расположилось несколько зон для программирования, монтажных и слесарно-ремонтных работ. Особая гордость Электроскиллса – сверлильные токарные станки с фрезерным числовым программным управлением. К слову, все то, что является последним словом техники, которое есть на производствах. Да, действительно, благодаря технологии мы вместе помогаем в подготовлении кадров для будущего. Но одновременно, конечно, мы постоянно тоже посмотрим, какие студенты являются самыми яркими, потому что, естественно, мы хотим, чтобы эти самые яркие студенты будут наши будущие сотрудники. Студенты и сотрудники КГУ по достоинству оценили возможности новейшего центра и приготовили нужные расходные материалы, которые совсем скоро пойдут в ход. Студенты-бакалавры будут обучаться профессии электромонтёр-электромонтажник. И все желающие из города, которые хотят приобрести профессию вот этого направления, тоже могут здесь готовиться. Получается, мы собрали три щита. Щит освещения, щит учётно-распределительный. И сейчас занимаемся разработкой щита управления. Мой коллега занимается программированием щита управления. Получается, наш двигатель будет работать через компьютер. На сегодняшний день направление подготовки электромонтёров и электроинженеров крайне важно. Ведь у современных компаний действительно есть большой голод в специалистах. Приглашённые гости отметили, что довольно серьёзный центр прикладных компетенций «Электроскилз» наверняка поспособствует решению этой проблемы на благо всей республики, страны и даже за её пределами. Адель Шамилова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. 20 марта в Кае-Алимп стартовал волейбольный турнир за кубок имени Максима Михайлова среди студентов. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В понедельник 20 марта в Кае-Алимп состоялись игры группового этапа соревнований по волейболу на кубок Максима Михайлова среди студентов. Знаменитый российский волейболист в составе волейбольного клуба «Сенит Казань», чемпион 30-й Олимпиады в Лондоне, лично приехал на церемонию открытия турнира. Одна из немногих столиц и городов, которые популяризируют виды спорта. Я думаю, что, я не ошибусь, назову эту Казань столицей спорта. Поэтому здесь очень большое внимание уделяется всем видам спорта, без исключения. И, безусловно, я рад, что и волейбол стал развиваться большими темпами в Казани. Кубок Максима Михайлова – это турнир любителей, которые решили проявить свое мастерство на волейбольной площадке. Как отмечается организаторам, в положении конкурса прописано, что участвующие не должны быть участниками волейбольных клубов и кандидатами в мастера спорта. На турнире запрещено играть игрокам, которые заявлены за те или иные лиги в различных турнирах по волейболу. Здесь в основном играют все студенты, то есть это студенческий турнир. Нет мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта по волейболу и так далее. Всего на турнир заявилось 15 мужских команд. Их распределили на 5 групп, по 3 команды в каждой. В финальную часть соревнований прошли 8 мужских команд. В женских же соревнованиях уже определены полуфиналисты. Ими стали команды «Академия», «Виктория», «КГУ» и «Фортуна». Диана Шилова, Денис Давыдов, Универньюс. На этом у меня все на сегодня. Не забывай следить за последними актуальными новостями от команды Универньюс. До встречи!